Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, что меня удивило в Турции, а именно в городе Анталия. Город Анталия по числу населения сравним с такими российскими городами, как Нижний Новгород, Челябинск или Самара. Но это так, к слову, чтобы было понятно масштабы города. Итак, друзья, что же меня удивило в городе Анталия? Первое, о чем хотелось бы поговорить, это уборка мусора на улицах города. С раннего утра и до самого вечера улицы патрулируют, как вы думаете, кто? Нет. Это не сотрудники полиции, хотя о них мы поговорим позже. Это коммунальные службы города, которые наводят чистоту на улицах Анталии на протяжении всего дня. Некоторые наводят чистоту на улицах города с помощью метлы и совка. Другие же с помощью специализированной техники. Продолжение следует... Второе, что меня удивило, это люди, которые везут за собой тележки с большими мешками. Они ходят по мусорным бакам и собирают то, что можно сдать в переработку. Пластик, стекло, картон. Интересный факт, таких мусорщиков-сортировщиков в Турции около 500 тысяч человек. Иногда, сидя на балконе за чашечкой кофе и смотря в улицу, можно увидеть кусочек из американского фильма. А именно, мусоровоз с двумя людьми, стоящими сзади, на подножках. Помимо того, что машина забирает мусор из баков, эти двое подметают место, где стояли баки. Немало удивления вызвало у меня огромное количество дорожек для незрячих. Они выполнены в двух вариациях. Первая вариация – это железные нанесения на любую поверхность. Например, как мы можем видеть здесь. Второй вариант – это специальная тактильная плитка для незрячих и слабовидящих людей. Благодаря ее рельефной форме, инвалиды по зрению могут ориентироваться в пространстве. Желтый – последний цвет, который видят люди с остаточным зрением, прежде чем покрузиться в полную тьму. Еще одно интересное явление – это надземный пешеходный переход с эскалатором. В которых установлено достаточно много на самых оживленных улицах. Но у вас может появиться вопрос – но как же люди с ограниченными возможностями и мамы с колясками? И решение этого вопроса не может не удивить. Помимо эскалаторов, на таких пешеходных переходах установлены вот такие лифты. Которые подойдут как для людей с ограниченными возможностями, так и для мам с колясками. Помимо прямых, вот таких вот надземных пешеходных переходов, есть такой причудливой формы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интересное наблюдение. Когда на эскалаторе нет людей, то он движется очень медленно. И иногда даже останавливается. Но как только на него встает человек, он начинает двигаться быстрее со своей рабочей скоростью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно интересное наблюдение – это то, что первенство Аравских Эмиратов не дает покоя властям Анталии, которые впервые в Турции также решили установить на ключевых автобусных остановках в городе кондиционеры. Подойдя ближе к остановке, мы можем поближе рассмотреть кондиционер, расположенный на этой остановке, и увидеть, что он питается от электричества, выработанного солнечными батареями. Кроме того, зайдя в такие остановки, можно увидеть табло электронное с приближающимися автобусами и розетку на 220, которой можно воспользоваться для зарядки телефона, планшета или ноутбука. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще меня удивили трамваи в Анталии. Трамваи в Анталии делятся на две категории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое – это ретро-трамваи, или же, как их по-другому называют, ностальджи. Их путь пролегает по прибрежной полосе протяженностью 4,5 километра. Для комфортно они оборудованы кондиционерами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ко второй, более интересной для меня категории относятся трамваи Ант-Рей. Трамваи Ант-Рей – это сокращение Анталия-Ройл-Вэй, переводится как «железная дорога Анталии». В самом городе можно увидеть только такие современные трамваи, и они более быстрые и менее шумные. Они пользуются спросом у местных жителей, и их маршрут пролегает через ключевые точки города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так и выглядят современные трамваи Ант-Рей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, как вы думаете, что это? Напишите свой ответ в комментарии, а я подожду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, живя в России и приехав сюда, первое время я думал, что это мандарины. Но это оказались плоды померанцевых деревьев. Помимо того, что они жесткие, они еще и имеют кисло-горький вкус. Но в интернете я нашел информацию, что из них делают отличное варенье. Вы удивлены? Я да. Вы их могли видеть в одном из наших обзоров на парк Каролигу. И как вы можете наблюдать здесь, их здесь очень много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как тут не удивляться, когда практически, весь год не нужно платить за горячую воду, хотя горячей водой пользуешься ежедневно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ответ оказался прост. В Турции 300 солнечных дней в году. И местные жители придумали способ, как нагревать бесплатно воду при помощи энергии солнца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как вам такой способ? Итак, друзья, вот и подошла к концу первая подборка вещей, удививших меня в Анталии. А вас что-нибудь удивило в этом? Напишите свое мнение в комментариях. Я с удовольствием прочту и отвечу на каждый. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А на фоне этого прекрасного вида я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!